Я считаю, что в этой ситуации господин Путин, господин Медведев и Единая Россия уподобилась самураям японским. Вы знаете, когда самураи проигрывают, они делают себе харакири. Вот сегодня и президенты Медведев и Единая Россия делают себе харакири, принимая этот закон о пенсионной реформе. Харакири, а не самоубийцы. И результаты этого харакири, самоубийства, мы уже увидели в Приморье, где даже на должность губернатора уже не Путин, как он не агитировал за действующего единоросса, ни Единая Россия, ни деньги, миллионы и миллиарды вложены в агитацию и пропаганду не действуют. Народ отвергает предложение, которое поддерживает президент Единой России и правительство. Отвергает. Это же случилось в Хакасии, где наши кандидаты от Компартии Российской Федерации выиграли. Выиграли на этом зоне. Вот оно харакири Единой России. Вот оно самоубийство президента. Авторитет они бросили под ноги. Народ и народ растоптал. Их авторитет просто растоптал. Я считаю, с удовольствием. Потому что такой людоедский закон надо было придумать. А дальше Владимировская область. Народ голосует за кого угодно. Только не за кандидата от Единой России. За кого угодно. Все. Единой России и президент уже не смогут провести своих кандидатов ни в губернаторы, ни в законодательные собрания, ни в депутаты. Их политическая жизнь умерла, закончилась. На политическую обочину народ выбрасывает их. И он уже не допустит ни фальсификаций, ничего угодно. Эпоха, эпоха Единой России, эпоха Путина завершена. Завершена. Как она завершилась у реформы Новый Горс. Помните такую партию. Как Демвыбор был, тоже завершилась. Как Наш Дом Дурдом, то есть, извините, Наш Дом Россия, тоже завершилась. Как было Единство, как Отечество. Все. Это все партии, которые поддерживали класс капитала, класс олигархов, класс буржуазии. Единая Россия вместе с президентом Путиным, они все в одном ряду, в одной команде. И Медведевым также поддерживает класс капитала, класс буржура, олигархат и класс буржуазии. Все. Народ проснулся. Больше 90% уже поддерживают компартию Российской Федерации патриотов. Вот это де-факто. Скажите, наказ нам, вот сегодня высказались, сегодня мы будем голосовать против вот этого закона антинародного в Государственной Думе и во втором, и в третьем чтении. Поддерживаете нас? Поддерживаем. Еще раз громко. Да. Поддерживаем. Да. Наш наказ этот принимаем. Далее, если с ума сойдет Единая Россия и все-таки во втором, третьем чтении будут проголосовать, с ума сойдут, закон перейдет в Совет Федерации. Мы приглашаем и будем там проводить встречи, и там депутаты тоже, депутаты со статусом, также они будут голосовать. У них есть право наложить вето на закон, принятый в Государственной Думе. Будем требовать наложить вето депутатам и Совета Федерации на этот закон. Поддерживаете? Да. А если совсем рехнуться и Совет Федерации проголосовал за этот закон, он уйдет на подпись президенту, Путин его фамилия, он имеет право по Конституции, по закону наложить вето на принятый Госдумой и Советом Федерации закон. Будем требовать на него наложить вето. Да, и в случае принятия Государственной Думы этого закона, где большинство Единой России, больше 300, требует досрочного распуска Государственной Думы. Поддерживаете? Поддерживаю. Если принят в Совет Федерации, разогнать этот Совет Федерации к чертовой матери. Будете требовать? Да и меня? Да. А если поддержив президента, введет в действие этот антинародный геноцидский закон, требовать отставки Путина в должности президента Российской Федерации. Поддерживаете? Да. Спасибо. Взявшись за руки, победим. Убежден. Ура. Товарищи, как вы понимаете, наша фракция состоит из депутатов.